Итак, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, а присоединились, ох, как много. Большое вам спасибо, девчонки, за все ваши благодарные слова и за ваши стихи. Всё я прочитала, всё я приняла к сведению. И ваши рецепты, и то, что вы побежали, вот Мариша пишет, и сразу побежала и купила себе что-то из Ивраше. Девочки, Ивраше это, смотрите, очень всё индивидуально. Каждый запах, вот запахи, которые нравятся мне, они нравятся далеко не всем. Далеко не всем, потому что многие девочки любят компотики. Они попроще, чем я. Некоторые любят сложные ароматы. Вот я очень люблю сложные ароматы, для меня они очень важны. Девочки, будьте осторожны, никогда не делайте так, как другие. Будьте сами собой, будьте вот тем лучом, который тьму осветит. Вот, будьте членом моей команды и пишите, обязательно пишите свои рецепты. Но рецепты, девочки, пишите не просто где-то вычитали и написали. Нет, а которые, вот как я делаю, проверены на себе. Почему мои рецепты работают? Потому что они, девочки, проверены на мне. Я, потому что я каждое, каждое видео делаю, знаете как? Я делаю с тем, чтобы передать своим родным и близким, своей семье, для того, чтобы это осталось и чтобы это было полезно. Полезно для научения, полезно для просвещения, полезно для лечения, полезно... Ну, в общем, я стараюсь, чтобы это было полезно во всех сферах жизни. И тогда оно получается. Я благодарна Богу, что у меня подключилась такая замечательная интернет-семья. Я благодарна всем. Любовь Тагинцева, Тамара Герасимович, Ириша Малеревич. Я благодарна Виктории, Ангелике, Юлии. Я благодарна Татьяне из Киева, Ирине Журавовой. Я благодарна Людмиле Кузнецовой. Я благодарна Екатерине Никифоровой. Назира Хакимова, большое спасибо. Всем девчонкам, большой привет. Валентине Аникиной, Лара Ра, большое вам спасибо за поддержку. И Наташа пишет мне, Ната, Ната пишет. Катя, спасибо за рецепт. Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить сметану в пост? Ну, это же такой вопрос. Постным маслом можно сметанку в пост заменить. Дальше. Гимер Абдулаева, большое спасибо. Анна Чубарова, огромное спасибо. Милек Узденова, всегда поддерживают меня эти девчонки. Сада Алиева, Джамбиева Мака, большое вам спасибо за поддержку. Вера Соловьева, зайду, говорит, понюху, мне тоже понравится. Это все индивидуально, девочки. Вы у меня каждая одень. И смотрите, на каждой коже, на каждом теле духи пахнут по-разному и раскрываются по-разному. Вот эти духи, которые я говорила, ноты любви, да, ноты да амур, ноты любви, они необыкновенны на следующий день. Особенно, вот они вообще необыкновенны на следующий день, если на одежду. И эти духи, они очень сложные, сложные, они не компотообразные. Там все сложно, там для такой, для интересной очень личности. Тут, вот они далеко не каждому понравятся, далеко. И этим они нравятся мне. Мария Куликова, большое спасибо. Дальше. Виктория Теплицкая. Всем огромное спасибо. Марусечка, спасибо. Маруся Масяне, я имею в виду. Спасибо за ваш теплый, теплый стишок. Я прочитала. Очень приятно, очень мне приятно. Лариса Саввас, Алена Прошунина. Наташа Натали. Всегда меня поддерживаешь. Спасибо, родная моя. Виктория Прищепа, большое спасибо. Ириша Олечка М. Эвиденс, это супер, я балдею, пишет. Светлана Фольц, спасибо вам большое. Светочка, огромное спасибо. Александра Раковская, большое спасибо. Олечка Плакина. Алсу Мах, Анжела Крадецкая, Нона Лышкарева. Всем девчонкам. И Галина Анисимовна, огромное спасибо. Я хочу еще вот что сказать. Когда вы пишете мне, что у вас, девочки, что у вас такая-то болезнь, вот там диабет или еще что-то. Девочки, я не врач, я не знаю, что вам делать. Лучше, чем вы свой организм, никто не знает. Я чисто показываю свой образ жизни. Как у вас, что у вас, вы уже сами себе думаете. Я не врач, у меня лишь мама врач, сестра врач, но я-то не врач. Поэтому я не могу их дергать все время. И я не буду, я просто показываю, как я живу. А вы смотрите, вам, если это подходит, хорошо. Вообще, в этом плане посоветуйтесь. В плане соды у меня есть видео. Посмотрите его внимательно. Там я все рассказываю. Больше, чем я там рассказала, я уже не расскажу. И еще, если я рецепт уже какой-то дала, я к нему возвращаться не буду. Ну, может быть, если буду только делать, могу там еще напомнить или что-то изменить в нем. Но ничего, я не буду говорить, сколько, чего я добавляю. Там уже все сказано. Пересмотрите, прослушайте еще раз. Это вот я ответила на те вопросы, которые по рецептам меня переспрашивали. Елена Иванова, спасибо. Ирина Бернацкая, Мариша Кахаскина, большое спасибо. Ольга Царькова, я молилась за ваших деток. Обязательно за здоровье вашего сына. Всегда. И за всех. За каждую, за каждую. И девочки, кто пишет мне о сыновьях, о мужьях, о родных и близких, за всех я молюсь. Абсолютно за всех. Теперь вот интересный рецепт мне понравился у Лизы Влади. Кстати, обратите внимание на эту девочку. Жалко, что нету здесь ее фотографии. Но Лиза Влади, вот такое имя красивое, Лиза Влади, она пишет всегда очень много интересных рецептов. Правда, я не знаю, хотела бы, чтобы она ответила мне. Действуют эти рецепты в ее жизни или нет? Проверены ли это рецепты? Мне очень важно, девочки, чтобы вы обменивались теми рецептами, которые проверены. Вот, например, я сейчас озвучу рецепт, но я сразу хочу сказать, я не знаю, этот рецепт проверен или нет. Но он мне простотой понравился. Я его на себе, вот именно этот рецепт, не делала. Я говорю, когда я свой рецепт показываю, этот рецепт 100% мой. И я знаю, что он действует. А вот этот я читаю от Лизочки Влади. Если что, спрашивайте у нее. Ногтевой грибок, если у кого. 5% спиртовый раствор йода. Спиртовый раствор йода. Смешать с яблочным уксусом в равных пропорциях. Хорошо перемешать. И смазывать больные места два раза в день. Утром и вечером. Только не написано, сколько времени смазывать. Наверное, для полного, до полного, наверное, излечения. И так вот, если вы будете читать у этой Лизочки ее рецепты, то очень много рецептов. Но я не знаю, пользовалась она сама ими. Поэтому я хотела бы, чтобы Лизочка написала. Мария Агишева. Спасибо вам большое. Теперь девочки... А, и Айгире. Большое спасибо. Дальше. Наталья Фролова. Большое спасибо. Луз Ник. Меня зовут Людмила, пишет мне Людмила. Под ником Лузник. Я недавно подписалась на ваш канал. Добро пожаловать, Людмилочка. Добро пожаловать. Надеюсь, вы станете нашей интернет-сестренкой. Вы большая молодец. Все, что вы говорите, проникает в сердце. Я уже завела себе тетрадочку. Умничка. Только вы не забывайте ни одну. Одну тетрадь для советов и рецептов. А вторую, Людмила, для того, чтобы выписывать из Библии те фразы, которые вам нужны для того, чтобы провозглашать в вашей жизни. И третью тетрадь заведите. Какие благословения? Это тетрадь благословений. Сколько благословений вы сегодня сделали? И кому? Вот это очень важно. Сколько людей вы сегодня благословили? И как? Потом очень будет вам интересно в конце года прочитать и посмотреть. И, может быть, мы проведем конкурс. Катрин, хотела спросить, как изучать и понимать Библию? Это отдельная тема. Я периодически об этом говорю и еще буду говорить, Людмилочка. Майя Рамазанова, большое вам спасибо. Так что, Людмилочка, добро пожаловать в нашу интернет-семью. Девочки, поддерживайте. Поддерживайте всех девчонок, которые только зашли. Ставьте им вот так вот пальчики. Пишите им вот так в ответ. Пишите им добро пожаловать. Люблю, целую и так далее. Обязательно, обязательно поддерживайте. Эти люди, которые только что пришли, они еще не видели любви. И мы должны им эту любовь вот так вот взять, подарить и вот так вот хоп отправить. Делайте так. Делайте так. И это будут ваши благословения для них. Это очень-очень важно. Каждая ваша люблю вернется к вам тысячи раз, чтобы вы знали. Майя Рамазанова, спасибо вам большое, мое солнышко. Вот это вот каждая ваша молодец, очень интересно смотреть. И вам спасибо, Катюша. Вот это дорогого стоит, девочки, для меня. Для меня это просто необходимо. Просто необходимо. Я вам честно говорю. Многие думают, там много, не бывает много любви. Я еще раз говорю. Я дорожу каждым вашим аминь. Вот Надежда Сухан пишет. Аминь. Вот каждым вашим аминь. Каждым вашим аминь. Зубайдушка, Маечка, Ларочка, Ани, Геворгян. А можно что-то от диабета. Вот Аня пишет. Анечка, я не врач. Наверняка что-то можно. Но я не врач. Я вам честно скажу. Когда что я рассказываю. Больше, чем я уже рассказала, я не расскажу. Дальше будут другие рецепты. Про диабет еще будем возвращаться. Еще буду говорить. Но для этого я советуюсь со своей мамой. У меня мама врач. И советуюсь с Неумывакином. Советуюсь через книги. Через его видео. Через все. Через с этим профессором. Больше ни с кем. А самый главный мой советчик, это конечно Библия. Так что Анечка, Геворгян, вот так. Вывадира. А сколько настаивать лосьон? Дорогая Вывадира. Я уже не помню, про какой лосьон идет речь. И это мне нужно пересмотреть видео. У меня много лосьонов. Обычно я настаиваю по двое суток лосьоны. Чтобы травки отдали все. Все свое лекарственное свойство этому лосьону. Если васильковый. Или может быть этот лосьон на основе одуванчика. Вот вы там увидите сразу. Дальше. Ларисочка, большое спасибо. Вы пишете. Вот это мне очень важно, когда пишут результаты. Вот пишет. Катрин, по вашему рецепту сделала ламинирование. И маску для волос. Это реально супер. Вот. Я за свои рецепты лично несу ответственность. Потому что это мои рецепты. Это то, что я делаю. У меня ламинирование маска держится. Я вам скажу, две недели. Даже вот я мою волосы. А вы, наверное, понимаете. А все равно неделя, полторы. Ну, максимум две. Вот этот вот эффект ламинирования, он остается. Очень классная маска на самом деле. Эффект ламинирования. Посмотрите. И вот вы пишете. Это реально супер. Ощущение, что волосы стали толще. Это правда. А после укладки без спрея и лака. Вот для меня, мне тоже вот это очень важно. Хорошо держит форму. Главное, после мытья головы эффект ламинирования остается. У меня уже пятый день. Не устаю благодарить вас. Вот, спасибо вам огромное, Ларисочка, за вот этот комментарий. Этот комментарий очень дорогого стоит, потому что девочки многие, которые первый раз зашли, они не знают, что каждое из своих рецептов я проверяю много-много лет. И что косметевтика – это мое одно из наилюбимейших хобби, о котором я читаю постоянно и все время. Василиса Премудрая пишет, мне большое спасибо. На самом деле мы как те евреи, все время недовольные, даже погодой. Солнышко нам жарко, дождик нам опять не нравится. Снег и холод надоел. Наступило тепло, опять все ноют. Причем поголовно все. Слякать не нравится. А уж про остальное можно и не говорить. Вот написала Василиса Премудрая. Да, Василисочка, поэтому у нас есть такой островок на моем канале, на котором мы вдохнем любовь, выдохнем счастье и полетим, и полетим. Дальше. Большое спасибо Наргизочке моей. Она меня всегда поддерживает. Юлечке Соловьевой, большое спасибо. Инночка. Инночка пишет, что от ревматизма, артрита, артроза. Вы знаете, Ин, я Вам скажу, что подагра напрямую связана с артритом, артрозом и ревматизмом. Они взаимосвязаны. Лично мне сода помогает. Но я говорю про себя. А как Вы, подумайте, взвесьте, проверьте. Вот знаете, когда неправильный ПАЖ, Вы когда выпиваете соду утром натощак, Вы чувствуете, Ваш организм так может пререагировать, подбросить. То есть у Вас точно 100% что-то с ПАЖ в организме не то. Значит, надо выпить соду и потом пить, пить, пить воду не менее 2-3 литров в день, чтобы нормализовать это. И смотреть, какая моча. Если у Вас моча светлая, это хорошо. А если она желтая, оранжевая, цвета пива, то это отвратительно, это плохо. Это значит зашлакованный организм. Это и артрит, и артроз, и ревматизм, и все, что хотите будет. Поэтому вот вкратце вот так. Но, Инночка, я не врач. Пожалуйста, ребята, я педагог, я не врач. Я не могу ничего Вам сказать по поводу диагноза и лечения Вашего диагноза. Я лишь могу показывать свой образ жизни. Я дочь врача, я сестра врача, я, как сказать, Шурка, да, врача. У меня сестра тоже замужем, и у нее муж тоже врач. И поэтому вот как бы в такой среде росла, и советуюсь с ними постоянно, и записываю, и беру с них пример. Ну и вот так, вот таким образом живу. Так, дальше, Нелли Абалихина, большое спасибо. Татьяна Таргаева, она меня всегда поддерживает. Людмила Кузнецова, большое, огромное Вам спасибо. Девочки, Людмила Пелых, спасибо. Вот Вы пишите, мне интересно, нравится, что Вы пишите. Людмила Пелых, я имею в виду. Посмотрите, вот Людмилочка, вот она. Вот тоже очень важно такие, вот такие комментарии очень важны мне тоже. Первая Ваша поддержка, комментарии, это супер, они меня окрыляют. А второе, это когда Вы пишите или рецепт, или свой результат. Потому что, я еще раз говорю, мои, именно мои рецепты, они проверены на мне. Чужие, я не знаю. Признательна Вам за этот рецепт. Вот уже два месяца, ем такую штукенцию. Это имеется в виду имбирьотерапия. Вот это видео, девочки. Пишет Людмилочка. Вот уже два месяца, ем такую штукенцию. Правда, делаю чуть по-своему. Корень имбиря, грейпфрут, через мясорубку. А чего по-своему? Почти так же. Ничего не добавляю. У меня аллергия пищевая и на лекарства. Имбирь с грейпфрутом делаю чудеса, без преувеличения. Не буду описывать подробности своего здоровья. Но это потрясающая вещь в действии. Спасибо Вам огромное. Пожалуйста, Людмилочка, я рада, что Вам понравилось. Я рада, что Вам понравилось. И у меня подряд идут Людмила Кузнецова и Людмила Пелых. Видите подряд. Надя Вундер, большое Вам спасибо, моя хорошая. Вы пишите мне. Хватит говорить о своих волосах. Плохо, у тебя шикарные волосы. Хоть кто-то сказал, что у меня шикарные волосы. Спасибо Вам большое. Так. Нелли Абалихина. Удивительно рядом. Спасибо, Катенька. Спасибо, Нелечка. Спасибо, мои девочки. Татьяна Пронькина. Спасибо Вам большое, Татьяна Таргаева. Ирочка Жила. Спасибо. Вы пишите. Катюша, здравствуйте. Посылочка супер. Хотела поблагодарить за рецепт ламинирования. Делала очень понравилось. Хочу поделиться своей маской для волос. Куда Вам рецептик скинуть? Ирочка, все рецепты скидываем здесь. Потому что мы одна интернет-семья, Ириш. И Вы понимаете, Ирочка, мы, мы живем тем, что нам надо жить счастливо, красиво и выживать, и пылать добром, счастьем и любовью. Мало того, нам надо еще дарить эту любовь близким. Я очень рада, что я делала видео без всяких, я даже не знала, что их можно и монетизировать, честно говоря. И вдруг мне кто-то сказал, а что ты не монетизируешь? Сделай себе монетизацию, нажми вот на такую-такую кнопку и так далее. Я потом разобралась, да, действительно, это можно делать. Особенно, когда Вы еще ставите лайки и не ленитесь посмотреть рекламу, то, конечно, какая-то копейка может и капнуть. Но сама суть создания этого канала, если Вы вначале будете, это оставить память после себя и для своих родных и близких. Ну, а потом уже подключилась вся семья. Огромное Вам спасибо. И поэтому, Ириша, мы делаем эти рецепты, пишем для нас, для всех. Если у Вас действенный рецепт, если он прекрасно работает, почему бы не поделиться со всеми? Напишите прямо здесь, под любым видео. И девчонки прочитают. Спасибо Вам большое. Татьяна Запп, спасибо Вам большое. Теперь девочки, которые писали мне. Мария Булычева, спасибо Вам большое. Мира Шамекова, Лиля Меликян, спасибо. Леночка Кузнецова, Натали, моя Натали, всегда спасибо, она меня всегда поддерживает. Вот тут вот пишет, папа какой-то патрон, вот такой вот пишет, ну, видно, посмотрели мою церковь, ну, и видно, что человек ничего так и не понял. Пишет, это кто? Эговист? Эговист? Ну, вот что, вот что скажешь, вот что скажешь. То есть люди вообще, вообще ничего не понимают. Они не знают, что такое баптисты, что такое, то есть в плане, ну, ладно, в общем, так, это уходит у нас в мусор. Дальше пошли. Аллочка Ткачева. Да, кстати, Аллочка написала, что парфюмированная вода Ирис Нойер ей не нравится. Видите, вот я поэтому говорю, у каждого свое, девочки, у каждого свое. А пользовалась она водичкой Натюрель Эвиденс, кремом с 30 маслами, серией с ромашкой, средством для снятия макияжа, ей понравилось. Вот, а вот Ирис Нойер не понравилась. Видите, у каждого свое. Вот Аллочка Ткачева, спасибо большое. Вот посмотрите на Аллочку нашу, мою интернет-сестренку, вот. Спасибо большое за отзыв ваш. Вот, у кого как. А вот мне, например, видите, я же говорю, у меня не как у всех. А вот мне Ирис Нойер очень нравится. Вот я не знаю, он раскрывается через час, буквально через час. Это такой запах потрясающий. Вот попробуйте, понюхайте через час. Но и опять зависит от PH среды вашей кожи. Я принимаю очень часто ванны, особенно с... Я показывала, как я принимаю. Кому интересно, посмотрите у меня там видео. Именно каким образом, что я делаю, чтобы нормализовать PH своей кожи. И вот когда после такой ванны я наношу, то запах обалденный, особенно через час где-то. Так, Джамилечка, спасибо большое, моя хорошая. Рауза Абдорахманова, большое спасибо, мое солнышко. Вот ей нравится нежный крем Магнолия. Пользуюсь по настроению. Вот так вот. Монотаити ей нравится шампунь. В общем, видите, у каждого свое. И мне очень нравится, что вы пишете. Наталья Ставицкая, большое спасибо. Пишет, ты настоящая дочь царя. Мы все, вот каждая из нас. Теперь Наталья Хип, я прочитала ваше письмо, Наташенька, моя хорошая. Я за вас буду молиться, солнышко. Моя такая красивая девочка. Я не знаю, ну вот как такую девочку можно обижать? Я не знаю, посмотрите, какая она. Смотрите. Наташенька, я за вас буду молиться. Я думаю, в ближайшее время у вас изменится. И вы молитесь. И потом обязательно напишите, что изменилось. Только следите внимательно. И не вздумайте, не вздумайте плакаться. Провозглашайте из Библии те строки, которые лягут вам на сердце. И тогда у вас все пойдет. Иначе никак не получится. И, кстати, Наташенька нашла эту песенку. Эмилия Горовец. Катарина. Спасибо, я нашла эту песенку. Вот так вот. Надежда Калиниченко. Спасибо вам большое, моя красавица. Мариша Хаскина. Ну, это моя сестренка, она молодец. Молодец. Она всегда меня поддерживает. Дэн Олька. Олечка, спасибо большая, моя хорошая. Людмила Сурменко. Так, девчоночки, поддерживайте все друг дружек. Всегда пишите слово «люблю». Вот как я, например, я знаю, что сейчас вот Наташенька сидела и что-то сгрустнулась. Пишу «люблю», «люблю», «люблю» и отправляю Натали любовь. Пусть Бог хранит вас. Будем молиться за вас. Нонова Лышкарева Ириша Малереевич. Всем спасибо, девчонки. Ну, все. Я думаю, что как можно много людей я зацепила. Всех сразу не могу. Хочу, знаете, очень хочу сейчас вернуться к тому видео, где я провела конкурс. Мне так интересно, что вы там написали, какие истории. И сейчас, в следующем видео, я хочу почитать ваши истории вслух. Особенно самые-самые интересные. А вы, девчонки, отдайте все ваши заботы Богу. Вот научитесь отдавать и говорить, и провозглашать это. Научитесь получать удовольствие от жизни, девочки. Вы же упростите свою жизнь. Не пытайтесь быть кем-то. Будьте всегда собой. И успокойтесь. Воспряньте духом. Особенно Наташенька. Я вас прошу. Я вот прочитала ваше вот это сообщение. Воспряньте. Олечка Царькова. За вас всегда молюсь тоже. Да я за всех молюсь. За всех. За Зубайдушку. За Нату Натали. За Наталью Маю Наталью. За Наталью Гилеву. За всех-за всех. За Евдокию. Еще у меня есть София 808. Рогарита Новикова. За всех-за всех. За сам. За любовь Мелентьеву. За всех. Пишите. Что вы думаете о Жаке Фреско. Интересно ваше мнение. Абсолютно ничего не думаю. Ну как-то меня не интересует Жак Фреско. Вообще совершенно. Наталья Смирнова. И Маечка Шенгелая пишет мне. Привет из Грузии. Пишет Маечка. Смотрю ваше видео и восхищаюсь вами. Спасибо вам, что вы есть. Большое вам спасибо. И привет в Грузию. Я в Грузии была. Очень мне нравится Тбилиси старый. Мне очень нравится. В Гаграх мы были. Но это по-моему. Ну в общем. Мне нравится Тбилиси. Тбилиси очень красиво. А Гагра я еще помню. Когда там в парках павлины гуляли. И качели. И скамеечки в виде качели были. Бесподобно. Это было что-то бесподобное. Итак, дорогие мои. Мне нравится, что вы меня ободряете. Я нуждаюсь, чтобы окружающие меня ободряли. Потому что в мире много тех, которые только и норовят сказать вам о ваших недостатках. Вы знаете, Бог все на свете предусмотрел. Если каждый будет выполнять свою работу на отлично, то не будет времени на зависть, критику. Мы просто можем любить друг друга и работать вместе. И все будет у нас хорошо. А по поводу работы я вам скажу. Я работала, работаю и буду всегда работать. Как бы то ни было. Меня там спрашивали. Вы, наверное, не работаете? Я работаю, девочки. Я всегда работала. И для меня не существовало отговорки. Вот у меня дети, и я сижу дома. У меня не существовало такой отговорки. Никогда. Как у моей мамы. То же самое. Я одна в этой стране. Но у меня есть семья моя. Я имею в виду мой муж, мой сын. Старший сын в другом городе. Старшая дочечка наша, Наташенька. Она в другом городе. Вообще в другой стране. А знаете, я вам хочу сказать, что моя сестричка, мой братик, два брата моих, моя мамочка, мой племяшек любименький, моя племяшка Аидочка и Теодорчик, мой принц наследный. Они все далеко-далеко, в других странах. И только я лишь одна здесь. И я вам хочу сказать, никогда в жизни не было такого, чтобы я не работала. Я не работала один момент, когда я пошла рожать и когда я вернулась. Вот период, который я находилась в больнице, я не работала. После этого я не работала чуть-чуть, месяца два. А потом я все равно выбирала 4 часа в день для работы. Ну или 3 часа в день именно для работы, когда был перерыв между кормлением. И я работала. Но в этот момент, когда я работала, у меня была Лилия. Я нашла очень хорошую девочку. Ну это приятельница моя. И она эти 3 часа, пока я работала, она сидела с моим младшим сыном. Старший сын помогал. Спасибо Артемчику. И старшая дочь, Наташенька, тоже большое ей спасибо. Она тоже помогала. И плюс я подключила бабушку Тину. Царство ей уже небесное. Я находила, кого подключать. Я организовывала так людей, что они мне были только в помощь и в радость. Понимаете? Вот это было именно так. Но в то же самое время и никому младший сын не был в тягость. Вот как-то так. Но работа никогда не прекращалась. Потому что именно в тот период жизни, когда маленький был ребенок, маленькие дети, 12 лет Артемчику было, а младшему, а сын новорожденный был, а Наташа было 14. И вот именно в тот период было очень тяжело. Потому что муж только начинал раскручивать бизнес. И он все, все финансы, которые шли, он именно на то, чтобы раскрутить бизнес. Он вкладывал. А в это время, а вот то, что заработок у меня шел, это шло на питание, ну и так далее, там подобное. Вот. И с кожи вон вместе мы с ним лезли. И мы вылезли. Но только благодаря Богу я вам скажу. Господь Бог нам нас вел. Господь Бог нас утешал. Господь Бог давал нам вот это мощное терпение. Он меня утешал. Он говорил, терпи. Терпи в терпении, а потом воздастся. Терпи, радуйся, наслаждайся каждым днем, каждой минутой. Так что я вам хочу сказать, девочки, ни в коем случае не роптать. Ни в коем случае не роптать. Никогда, ни при каких обстоятельствах терпеть не может этого Господь Бог, когда мы ропчем. И не смейте даже думать, что там я не работаю или еще что-то. Семь часов в день я работаю. Сто процентов, а то бывает и восемь. Семь часов я уделяю семье. В сутках 24 часа, не забывайте. Семь часов я сплю. Три часа у меня хобби. Теперь, огромное спасибо Фрей Вон Мист. Ее зовут Зюмочка, девочка моя Зюма. Пишет Салам из Дагестана. Здравствуйте, Катрин. Меня зовут Зюма. Я верую в Аллаху. Моя вера – ислам. Я мусульманка. Но когда вы говорите про Бога, я наслаждаюсь от каждого слова. Это называется сладость веры. Посмотрите, какие она красивые слова пишет. Зюмочка, большое спасибо. Смотрите, что она пишет. Сладость веры. Вот эту фразу я записала. Сладость веры. Спасибо Богу за вас, пишет Зюма из Дагестана. Побольше таких людей, как вы. Процветание всем нам. Нам, девочки, всем нам. Посмотрите, как правильно. Процветание всем нам. Во всем. И крепкой вере в Бога. Аминь. Спасибо вам, Зюмочка, большое. Присоединяюсь, говорю Аминь. И провозглашаю. Спасибо Богу за вас, за всех, девчонки. Побольше таких людей, как вы все. Процветание всем ее словами. Сладость веры нам всем. Сладость веры нам всем. Крепкой веры нам всем. И все будет у нас отлично. Инночка Арват, спасибо. Натали Смирнова, Маргарита Новикова. И все, все девчонки. Пока-пока. Люблю вас. Ваша Катя.